Полоса препятствий, тепло, дыма, камера и все под одной крышей. В Новосибирске открыли новое пожарное депо. Ждали этого момента около 20 лет. Теперь здесь повышать квалификацию смогут спасатели со всей области. Сегодня спасатели отмечают новоселье. Ждали его почти 20 лет. Я прижел в пожарную охрану еще капитаном, начинал строить это здание, дослужился до полковника. И, наконец-то, это здание вводится в эксплуатацию. В 1995 году мэрия выделила земельный участок. Работа началась. Однако в 2002, когда объект был готов почти на 60%, строительство пришлось отложить. Не было финансирования. А жил долгострой через 8 лет, когда в регионе появилась ведомственная целевая программа. Вот, начиная с 2010 года, продолжили строительство. За это время вложили 135 миллионов рублей. Ну, а сегодня вы видите, куда вложили, что это получилось. Пока здесь стены и пустые помещения. Большая стройка еще впереди. В начале следующего года начнет работу учебно-методический центр. Здесь у нас учебно-тренировочный комплекс, база, теплодымокамера будет, полоса препятствий. Тренировать будем по забору воды. В общем, весь комплекс вопросов и работы, с чем сталкиваются наши пожарные, в этом центре мы будем отрабатывать и обучать. В Новосибирске сейчас два учебных подразделения. Одно в советском районе, федеральное. Новый центр на фабричной, областной. Повышать квалификацию здесь станут и начинающие огнеборцы, и специалисты с опытом. Здесь же будет нести службу студенческий добровольческий пожарный отряд. Кварталы растут, растет этажность, и это создает дополнительные трудности, дополнительные сложности в случае возникновения пожаров и эвакуации людей. Поэтому наличие центра, который готовит высококвалифицированных бойцов, спасателей, пожарных, ну, конечно, совершенно необходимо. Сейчас особое внимание пожарной безопасности отдаленных населенных пунктов. По закону, в сельской местности огнеборцы должны прибывать на место ЧП в течение 20 минут, пока к этой цифре только стремятся. В последнее время в районах открывают новые пожарные депо, и теперь встал вопрос о подготовке личного состава. Опытные спасатели отмечают, в сельской местности создать хорошую тренировочную базу непросто, потому обучаться на фабричной 18 будут спасатели со всей области. Наталья Цопина, Борис Гладких, Новости ОТС.